Подвиг Зои Космодемьянской вспоминают в школах и музеях республики. В этом году исполняется 80 лет со дня ее героического подвига. На большие экраны вышел художественный фильм «Зоя». Тему продолжит Наталья Гармашова. В свой боевой путь 18-летняя комсомолка Зоя началась с диверсионной школы. Стала бойцом партизанской части Западного фронта 18 ноября 1941-го. Группа получила задание сжечь за неделю 10 сел на оккупированной территории, в том числе и деревню Петрищево Московской области. Под обстрелами противника бойцы несли серьезные потери, но выполняли приказ. Вечером 28 ноября Космодемьянскую взяли в плен. На допросе Зоя ничего не сказала о своем партизанском отряде. Стойко вынесла многочасовые пытки на морозе. На утро ее казнили. Все кончится хорошо, а мне не страшно убирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Уже через три месяца после гибели в феврале 42-го Космодемьянской присвоили звание Героя Советского Союза. Посмертно. Зоя стала первой женщиной, удостойной золотой звезды в годы Великой Отечественной. В 44-й война еще не завершена, а в прокат уже выходит художественный фильм, посвященный комсомолке. И вот спустя 80 лет на больших экранах страны новая кинолента, название которой стало уже классикой – Зоя. Кино оставит в памяти зрителей более яркие впечатления о событиях тех дней, чем учебник, но без книг тоже не обойтись. Исторические энциклопедии, художественная литература о Зое. Сегодня эти издания занимают первые ряды библиотечных стеллажей. Работают тематические выставки. Зоя Космодемьянская, конечно же, у нас является героем того подвига в годы Великой Отечественной войны, который она совершила. И на этот пример надо брать молодому поколению. И это воспитательная цель всех наших выставок. Уроки мужества проходят в эти дни и в школах. 2 февраля ученикам будут рассказывать о легендарной Сталинградской битве 42-43-го. Зоя до этих дней не дожила, но своим мужеством и отвагой тогда, в 41-м, уже приближала победу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...